Ах, всем доброе утро! Доброе-доброе! У нас чудесный день, прекрасная погода, и мы отправились на прогулку в лес около замка Ордой. Здесь различные формы пруды между деревьями и очень красивые виды. Я взяла другой телефон. Мне не нравится камера этого телефона, слишком бледная по сравнению с теми красками, которые мы наблюдали. И как всегда мы встретились с детишками. Группы из школы пришли гулять в лесу, и это очень забавно смотреть на них, как они собирают свои кулечки. Все самое прекрасное, что они находят в лесу. Можно хорошо слышать, что лес полон детьми. Рик занят поиском каштанов. Рик нашел каштаны и с удовольствием чистит их, чтобы поесть. Я не понимаю вкус этих каштанов, а он наслаждается. Вот так нужно их очистить до белого состояния. И потом можно жевать, и они будут тут изумительно вкусные, как он меня уверяет. Но я не нашла никакого приятного вкуса в них. Кастани. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Мистер Фуаров, Евгений Терметко Стани. Природа стоит обворожительная. И я опять сожалею, что у меня не тот телефон, и я не могу передать краски. Ну, правда, всё время можно заметить, что все деревья ещё зелёные. Практически кругом зелень. Нет ещё ни жёлтой, ни бордовой листвы. Солнышко как ничто лучше подсвечивает. Это самый лучший фотограф. Потому что, видимо, знает, какую экспозицию сделать в данный момент. Плакучая ива отражается в зеркале воды. Лес полон звуками не птиц, а маленьких детей. Они такие трогательные. Сразу рассказывают, что они нашли в этом лесу. Показывают все свои сокровища. Но я не снимала их, потому что я считаю, что это, ну, нехорошо снимается деток. Земля почти полностью покрытая желудями. Сегодня застывшая природа. Ни ветерка, ни шороха. Правда, слышно, как птички поют? Да, утки крякают. Мортинар. В этот страшный момент появились детки. Но воспитательница вовремя их отвела по другой аллее. Вот они здесь. Знаете ли вы, что это за грибы? Рик говорит, что бельгийцы, они не собирают грибы. Потому что они давно, с детства, слышат о том, что собирать грибы в лесу нельзя. И, кстати говоря, я услышала от воспитательницы, когда она детям говорила. Дети, посмотрите, какие здесь грибочки. Но ни в коем случае никогда не собирайте грибы в лесу. Я обожаю деревья, поэтому снимаю их в любом виде. Прекрасная пора, а чей очарование? Люблю я пышные природы, увяданье, В багрец и золото одетые леса. Что еще хочется сказать, что в Бельгии леса не приглаживают, не чистят, не убирают. Вот как упало дерево, так оно лежит и гниет. И это считается нормально. Это экологическая зона. И не убирается лес. Вот он такой стоит. Хотя сделаны, конечно, прогулочные дороги, и дорожки, и мостики. Но сам лес не прибирается. И я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы были с нами на этой прекрасной прогулке. Благодарю вас за ваши лайки, за ваше внимание, за комментарии. И до новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...